Рабочий день участковых уполномоченных начинается с развода. Руководитель подразделения доводит до личного состава. Ориентировки выдают документы, информируют о происшествиях и преступлениях, случившихся за сутки, о людях в розыске и угонах, кражах. Здесь же ставятся задачи. Приказываю заступить на охрану общественного порядка на территории Советского района. С гражданами соблюдать вежливое и корректное обращение. Соблюдать правила ношения форменного обмундирования. По местам несения службы разойтись. Сотрудники полиции, участковые уполномоченные продолжают работу по профилактике различных видов мошенничества среди населения. Сообщают людям о новых схемах, с помощью которых злоумышленники похищают деньги доверчивых граждан. Целью данного мероприятия является работа в жилом секторе, общение с гражданами, выявление и пресечение фактов административного правонарушения, уголовных преступлений. Ну и непосредственно основной нашей задачей является эта встреча и общение с гражданами. Алексей Серпинин – потомственный полицейский. Пять лет работает участковым уполномоченным. По словам Алексея, самое главное в работе участкового – оперативно реагировать на обеды и просьбы людей. Нужно стараться помочь им как можно быстрее. В оверенной ему территории провел профилактическую беседу. Раздал памятки с информацией, как не стать жертвами мошенников. Такие случаи у нас случаются. Причем преимущественно с пожилым населением. Ко мне обращался житель моего обслуженного административного участка, который повел себя очень бдительно. Ранее мы с ним эту работу проводили. При звонке мошенников он им не поверил. И у них не получилось его обмануть. Гражданам напомнили о том, что телефонное мошенничество – одно из самых распространенных сегодня имущественных преступлений. Методы хищения денег с банковских карт с каждым годом становятся все изощреннее. Сотрудник полиции посоветовал самарцам в случае звонка от незнакомцев сохранять спокойствие и ни в коем случае не сообщать реквизиты банковских карт. Если у вас запрашивают данные из банковской карты или секретный код из СМС, кладите трубку. В наше время это очень актуально. Мошенники всегда будут, к сожалению. И такое напоминание, оно очень информативное и полезно каждому. Татьяна Баркова – старшая по дому и член общественного совета Советского района. Пришла на встречу с участковым, узнала актуальную информацию по преступлениям, связанным с мошенничеством, и теперь доведет ее до жителей своего МКД. У нас в доме есть чат, и в чате мы выкладываем, я являюсь руководителем этого чата, и в этом чате я выкладываю информацию о всех мошеннических преступлениях. Плюс к всему, у нас в подъезде есть доска объявления, после чего нам мы в свои листовки кладем, и люди уже, как говорится, знают о тех видах мошенничества, которые происходят у нас в городе. Проведение профилактической работы сотрудниками полиции будет продолжено, чтобы каждый житель нашего города владел информацией о способах обмана. Елена Чернявская, Петр Пламеев, События.